Плоды веры. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге Воистину, тех, которые уверовали и творили праведные деяния, Господь поведет верным путем за их веру. В садах блаженства под ними будут течь реки. Сура Юнус, аят 9. Я свидетельствую, что не божество, кроме одного единственного Аллаха, у которого нется товарища. И свидетельствую, что наш господин Пророк Мухаммад, его раб и посланник, да благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейства, высокочетимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня. А затем, одной из милостей, которой Аллах Всемогущий даровал своим рабам, является то, что человек приносит добрый плод за каждое доброе дело. И одним из величайших дел, в которой благотворно влияет наличность общества, является вера в Аллаха Величественного. При этом, Пророк Мухаммад, мир ему, благословение Аллаха, разъяснил нам суд веры, которая должна реализоваться в сердце верующего. Ответив на вопрос Джибрилья, мир ему, в чем заключается суд веры, сказав, Суть веры заключается в том, чтобы ты веровал в Аллаха, и его ангелов, и его писания, и в его посланников, и в последний день, а также в том, чтобы веровал ты в предопределенность, как хорошего, так и дурного. Тогда Джибриль, мир ему, сказал, ты сказал правду. Вера – это не просто произнесенное языком слова, но убежденность сердцем, подверждение языком и выполнение органами. Вера – это то, что укрепилось в сердце и подверждено деяниями посредством следования повелением Всевышнего Аллаха и избегание его запретов. Однажды один мужчина спросил Аль-Хасан Аль-Басри, верующий ли ты? В ответ он сказал, есть два вида веры. Если ты спрашиваешь меня о первом виде, а именно веры в Аллаха, его ангелов, посланников, писания, рай, ад, воскрешение и расчет, то я являюсь верующим. А если ты спрашиваешь меня, а слова их слышно, «Иннама المؤمنون الذين, إذا ذكر Аллаху, وجлет قلوبهم, وإذا тулият عليهم آياته, زадатهم إيمانا, وعلى Раббهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة, ومما رزقناهم ينفقون. أولا إكا هم المؤمنون حقا «Верующими являются только те сердца, которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают его аяты, которые уповают на своего Господа, которые совершают намаз и расходуют из того, чем мы их наделили. Они являются истинно верующими». Сура добыча, аяты 2, 3, 4. «То я клянусь Аллахом, не знаю, отношусь ли я к их числу или нет. Если настоящая вера твердо укоренилась в глубине сердца и овладела душой человека, то ее сильное влияние отразится на души и разуме, на личности и обществе. Одними из плодов веры являются благонравие и надежность. Причем вера и надежность единое целое». Пророк Мухаммад, мир ему благословен и Аллаха, поведал, нет веры у того, кто не обладает надежностью, и нет религии у того, кто не соблюдает договор. А также вера и стыдливость – это пара. Пророк, да благословить его Аллах и приветствует, сказал, «Поистине стыдливость и вера привязаны друг к другу, а когда человек лещен чего-то одного из них, то непременно лещен и другого». А также вера и правдивость идут рука об руку. От Сафуана Абни Салима, да будет доволен им Аллах, передается, чтоб посланника Аллаха, мир ему благословен и Аллаха, спросили, «Может ли мусульманин быть трусливым?» Он ответил, «Что может». Далее спросили, «Может ли мусульманин быть скупым?» «Да, может», – отвечал пророк Мухаммад, мир ему благословен и Аллаха. И, наконец, его спросили, «Может ли мусульманин быть лжецом?» Пророк, мир ему благословен и Аллаха, ответил, «Нет, никогда». В то же время некоторые назвали веру правдивостью, сказав, «Настоящая вера состоит в том, чтобы говорить правду, даже думая, что правдивость может тебе повредить, и нельгад, даже думая, что ложь может принести тебе пользу». Кроме того, к плодам веры относятся спокойствие и умиротворение. Если вера господствует над человеческой душой, то в ней будет царить благочестие, благоденствие, уверенность и довольство. Так что человек будет счастлив в мирской и в последней жизни. Настоящий верующий хорошо понимает, что обощрить его стороной не должно было, да постичь его, а постичь его не должно было обойти его стороной. Таким образом, настоящий верующий, всегда выражая благодарность в хорошие времена, проявляет терпение в плохие времена и становится доволен решением Аллаха. В Священном Коране говорится, «В сердце того, кто уверовал в Аллаха, он наставляет на прямой путь». Сура взаимной обманивания, аят 11. К плодам веры относится факт, что вера защищает человека от совершения губительных грехов. В этой связи посланник Аллаха, да благословите его Аллах, и приветствуй, говорит, «Не совершай прелюбодей, прелюбодеяния, будучи верующим, и не пьет человек вина, будучи верующим, и не совершает вор кражи, будучи верующим, и человек на глазах у людей не отнимает у других, что-нибудь ценное, будучи верующим. Настоящий верующий также защищает себя от всего, что наносит вред чувствам людей, такого как издевательства, оскорбления и худшие предположения других». Симагуш, Аллах говорит, «И пусть одни женщины не насмехиваются над другими женщинами, ведь может быть, что ты лучше них. Не обижайте самих себя и друг друга, и не называйте друг друга оскорбительными прозвищами, скверно называются нечестивцем, после того, как уверовал, а те, которые не раскаются, окажутся беззаконниками». Сора Комнати Айят Адин Атсат «Ибо некоторые предположения являются греху. Не следите друг за другом и не злословты за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение? Бойтесь, Аллах, воистину Аллах, принимающий покаяние милосерднее». Сора Комнати Айят 12 К плодам веры относятся помощь и поддержка Всевышнего Аллаха. Искренняя вера обеспечивает нахождение Всемогущего Аллаха вместе с рабом. В Священном Коране говорится, «Воистину Аллах с верующими». Сура добыча, аят 19. При этом нахождение Всемогущего Аллаха вместе с рабом означает, что величественный и могущественный Аллах обязательно окажет своему рабу содействие, победу и поддержку. В Священном Коране говорится, «Воистину мы окажем помощь нашим посланникам и верующим в мирской жизни и в тот день, когда предстанут свидетели». Сура, прощающий, аят 51. К плодам веры относится факт, что Всевышний Аллах вселяет любовь к своему рабу в сердца людей. Поэтому мы видим, что настоящие верующие бывают обходительными и мягкими дружить с другими и с ним дружат. Аллах Всемогущ, Он и Велик, изрек. Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, милостиви одарит любовью. Сура Мариям, аят 96. Если раб приближается к Аллаху с искренним верным сердцем, то Всевышний Аллах делает так, чтобы люди Его возлюбили. Пророк доброславит Его Аллах и приветствует, сказал, если Аллах испытывает любовь к своему рабу, он обращается к Джибрилю, говоря, «Поистине, Аллах любит такого-то, полюби же его и ты». После чего Джибрил начинает любить его, и Джибрил обращается к обитателям небес со словами, «Поистине, Аллах любит такого-то, полюбите же его и вы». И обитатели небес начинают любить его, а потом ему начинают оказывать хороший прием на земле. К плодам веры относится факт, что вера считается поводом для облегчения дел и избавления от печали и несчастья. Пасанник Аллаха да благословите Его Аллах и приветствует, сказал, «Не известит ли мне вас о молитве, которая даст облегчение человеку, в случае, если на его долю выпадет бедствие или одно из испытаний этого мира?» Ему ответили, «Конечно». Он сказал, «Это молитва Юнуса, «Ла Иллах, Илла, Анта, Субхана, Каинникунту, Миналдзалимин» «Нет божества, кроме тебя, предшествий, воистину, я был одним из несправедливых». Вид Аллах всемогущий и достославный, затем сказал, «Фастаджабина лаху, ванаджайнаху миналган, ваказали канун джель му'менин» «Мы ответили на его молбу и спасли его от печали, мы так спасаем верующих». Сура Пророк и Аят 88. Такое преимущество вообще предназначено для всех верующих. Вот что я хотел бы сказать, я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху Господу миров, мере и благословения и печати всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду, его семьи, сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до судного дня. У моих братьев исламы настоящая вера – это та, которая побуждает человека совершать праведные деяния и помогает другим очищать нравственность и демонстрируется в повседневном поведении разных действий вверх по всей Вселенной и взаимных отношениях со всеми творениями Аллаха в целом, посредством проявления милосердия к людям, животным и неодушевленным вещам ради довольства всемогущего Аллаха. Одним из величайших плодов веры во Всевышнего Аллаха является великая награда и вечное блажинство, которое всемогущий Аллах приготовит для своих верных рабов в будущей жизни. В Священном Коране говорится А те, которые уверовали и совершали праведные деяния, окажутся обитателями рая. Они пребудут там вечно. Суракарова, аят 82 А что для тех, которые уверовали и совершили праведные дела, то ведь мы не теряем награды тех, кто совершил добро. Сурапешира, аят 30 Нам же нужно реализовать нашу веру убежденностью, словом и делом, чтобы распространиться переживания, сотрудничество, правдивость, стыдливость, щедрость, целомодрие. Нам же нужно избегать лжи, обмана, предательства, злословия, сплетен, беспутства, несправедливости и нарушения чести. Нам же нужно сохранить святость и души, соблюдать денежные права и бороться за достоинство и престиж Родины. О Аллах, привей нам любовь к вере и укрась ее в наших сердцах. Сделай ненавистными для нас неверие, беспутство и ослушание. И сделай нас из тех, кто идет по правильному пути. О Аллах, защити нашу Родину и все стороны мира.